В общем, решил я сделать себе светильник настенный из куска фанеры. Вот фанера у меня, восьмерочка. Выпилил вот такой, это передняя часть светильника будет. Здесь отверстие под кнопку, чтобы включать. И вот такой вот он будет, продолговатый, длинный. И встала проблема, что чем-то надо его покрыть, чтобы цвет получился красивый. Приятно, в общем. Купил я масло, вот такое. Масло для полов, полков, в банях и саунах. И вот решил им попробовать. Не знаю, правда, что получится. Ну, попробую, если что, зачищу еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, покрыл. Вот такой цвет получился. Не знаю, видно нет, хорошо оттенок. Пока, если честно, мне он не особо нравится этот цвет. Ну, посмотрим, подождем, пока подсохнет. Немножко пропитается маслом. Ну, это внутренняя сторона. Будем ждать, пока подсохнет. Будем ждать, пока подсохнет. Вот, видно. То есть покрыл морилкой, потом зачищал, потом сломал морилкой. И сверху покрыл уже маслом. И вот какой цвет получился. Этот цвет мне уже нравится. Поэтому такой я оставлю. С той стороны еще покрою морилкой. Ну, это будет тыловая сторона. Ее не видно будет. Поэтому можно там особо не утруждаться. Вот. Фронтальная часть светильника готова. Покрыто. Все. Задняя часть еще не покрыта. Но я покрою потом уже. Далее вот я взял такой брусок. Это 40 на 100. Ой, на 8. 40 на 80. Вот из обычного. Вот такой брусок отпилил обычный брусок. Ну, то есть зачистил его, естественно, все. Отшлифовал. Он у меня короче, чем фронтальная часть. На 7 сантиметров с каждой стороны. И теперь нужно его приклеить. Вот к этой части светильника. Приклеить я его буду вот таким образом. Вот так вот. В общем, вот этот брусок я уже приклеил. К самой фанерке вот этой. К лицевой части светильника. Здесь грязь прилипла. Вот. То есть здесь она уже покрыта. Все готово. Сейчас буду покрывать здесь. Также морилкой покрою. И всего с корей лаком. Ну, пока точно еще не знаю. А потом уже покажу. Итак, детали у нас склеены. То есть в фронтальной части приклеен вот этот брусок. Все покрыто. Далее мы клеим светодиодную ленту. Нижнюю часть светильника вот сюда. Так. Сдираем. Клейкий слой. И начинаем приклеивать. Далее мы клеим. Венка приклеена. Далее вставляем кнопочку. Вставляем сюда кнопку. Кнопочка тоже поставлена. И прикручиваем блок питания. Прикручиваем блок. Прикручиваем блок. Прикручиваем блок. Прикручиваем блокayı. Прикручиваем блок. Вот электрическую часть я подключил. То есть вот лента наклеена вот так вдоль, кнопка и блок питания. Все отключено и здесь вот такой клеммничек. Так, все электрическая часть подключилась, лента приклеена, клеммничек тут такой поставлен. Теперь нужно сделать крепление, чтобы его весить. Сделаю я его из вот таких пластинок. Они, правда, у меня не подходят. То есть придется отпиливать. Эту частичку я отпилю. Здесь сделаю пазики. Вот здесь паз с тамеской по ширине сделаю, чтобы он не торчал, заподлицо был. И здесь аналогично вот так. Здесь и с другой стороны также. И вот такие пазы я сделал. И пластиночки обрезал и просверлил еще одно отверстие, чтобы они вот так вставлялись. Вот с этой стороны так. И с этой аналогично. Далее покрываем здесь тоже морилкой и прикручиваем уже крепежи. И все, светильник готов. Останется его только повесить и подключить. И вот так вот выглядит уже полностью собранный светильник. Вот петельки утоплены. Лента проклеена. Тут также петельки утоплены. Что еще-то? Клемничек здесь вот такой. Ну блок питания и кнопка. Все соединено. И вот внешняя сторона наружная. И сейчас я подключу его и проверю до того как весить. Как он горит, как светится. Включаю к клеймнику. Так, все подключено. Если все подключено верно, то должен заработать. Все, кнопочка засветилась. Видно. И вот так горит лента. Здесь видно все хорошо. Все работает. И потом покажу уже на стене. Ну вот, светильник повешен, подключен. Все висит на штатном месте уже. И вот так он получился такой. Обои еще не поклеены. Все еще в процессе ремонта. Поэтому пока без обоев. Кнопочка. Все включается. Все работает. Освещает он почти пол кровати. Сейчас в темноте покажу как это выглядит. В темноте это выглядит вот так. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует.